ребятки всем привет с вами иваныч значит канал иваныч драмс сегодня решил запилить маленький видосик возможно с лайфхаком для кого-то это будет прошлый век но я думаю что это будет еще и классное напоминание о том как не потерять свой драгоценный якорь на каком-то из водоемов поехали разберем как правильно привязать якорь для того чтобы при зацепе за какую-то из большой там коряк где-то на дне якорь можно было беспроблемно достать и не потерять его не отрезать веревку ну и собственно не остаться без вот этих вот там 3 килограммов или там 2 3 тысяч рублей сегодня в роли в роли подопытных я выбрал вот такой вот якорь кошку 9 лб я не знаю что это означает вес 4 килограмма у меня это заказанный 2 якорь для того чтобы ставить лодку на растяжку на 2 якоря 1 якорь меня чуть поменьше он на 3 килограмма ну и плюс лодка оснащена как вы видели там из роликов то не видел оставлю ссылочку наверху как мы ставили носовой электро мотор с функцией gps якоря вот но все-таки нужны два физических якоря чтобы привязать якорь у меня есть такая вот якорная намотка я не знаю сколько здесь метров наверно 10-15 вот диаметром 8 миллиметров хорош такой канатик сельцевиной понадобится собственно сам якорь как пациент вот такой вот якорь у нас и кабельная стяжка поехали все знают принцип работы якоря кошку раскрывается зацепляется и держит нас на каком-то дис месте я бы сказал что самый простой вариант и наверно кто-то не воспользуется это сделать собственно вот эту вот историю но к сожалению это не для нас это будет неправильно потому что якорь в таком случае просто вы не вытащите никак как бы у вас будет обрыв что мы делаем у якори есть обратная петля на обратной стороне есть собственно у него для чего она нужно как раз таки чтобы зацепить основную веревку основной конец за эту за это ушка узел можете использовать любой я сделаю несколько оборотов 34 и пройденем его вот сюда вот на расстоянии якоря плюс сантиметров 10 чтобы у нас был свободный ход этой веревки мы делаем петлю для чего нам нужна эта петля для того чтобы как раз таки сделать основное крепление нашего якоря на стяжке привязали стяжку она держится теперь при зацепе нашего ядеря у нас при воздействии сильно на вытягивание собственно этой веревки порвется вот эта стяжка после того как она порвется у нас основное крепление будет за нижняя пушка якоря и мы без проблем на за эту веревку перевернем якорь вот такой вот стороной вверх и вытащим нашу кошку назад вот такая вот нехитрая история с монтажом получается сохраняет жизнь нашему якорю потому что при зацепе он будет у нас вытягиваться с кошкой вверх таким способом я уже сохранил нано якорь раз 56 точно на своем водоеме чего и вам советую с вами был иваныч в роли оператора был у меня лёха подписывайтесь на канал кто еще не подписан пишите комментарии что вы про это думаете и оставайтесь на связи всем пока пока